Анализируя ситуацию, каждый день для военных, может быть, особо не открою секрет, пришел к выводу, что нас хотят отвлечь от главного, от главной пакости, которая знаете где. Поэтому там начались шевеления. Ну, хотелось бы втянуть Беларусь в войну, но это не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод. Поймите, ситуация на фронте, там, у украинцев, катастрофическая, очень серьезная. И постоянно со стороны Запада в ответ на предложение мирных переговоров идет эскалация. Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я абсолютно убежден, что американцы, прежде всего, из Запада, не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли, они уже заложены, они уже проданы. Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому. Поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются с россиянами. Вот в чем опасность ситуации. И мы знаем, откуда они пойдут. Помните, я вам напоминал фразу Путина, который в начале конфликта, обратившись ко мне, говорит, ты меня прикрой с спины, так вот они оттуда пойдут. И чтобы вот эти шевеления и мышкования украинцев на нашей границе не были бы прикрытием того главного, будем говорить военным языком, удара, который мы можем получить. Ну и здесь мы предусмотрели все. Вот сегодня я награждал начальника генерального штаба Беларуси и генерала, который возглавляет у нас северо-восточное оперативное командование. Я ему задал прям вопрос. Ты это чувствуешь? Ты понимаешь, что, Александр Ильич, наше подразделение там, где мы определились, он не находится. То есть мы перекрыли как южную границу, так и западную. Чтобы, не дай Бог, не допустить какой-либо оплошности, как это уже было в нашей истории. Если мы вот так будем реагировать вместе с нашими союзниками россиянами на подобные вещи, поверьте, мы сохраним мир и покой на нашей белорусской земле. Поэтому будьте спокойны. Я просто вас проинформировал. Здесь нет никакого нагнетания ситуации. Она и так наколена до предела. Но вы об этом должны знать.